Привет! Как думаете, что может связывать между собой эти предметы на столе, которые вы сейчас видите? А именно, это стакан гипса, морковь и лист прозрачного пластика. Думаю, что загадка пока что для вас не простая, но мы с вами будем постепенно разбираться в этом вопросе. Конечно, вы уже частично догадались по названию видео, о чем будем сегодня говорить и что делать, но как это будет происходить, вы пока что не в курсе. Все мы знаем, что из гипса можно отливать разные прикольные формочки. Для этого нужно подобрать правильную пропорцию сухого гипсового порошка и воды, затем перемешать гипс с водой и залить специальную форму. Гипс является уникальным материалом, что быстро вступает в реакцию с водой и застывает, выталкивая из себя воду. Из такого гипса отливают много декоративных предметов для дома, например, фальшивые декоративные камины, колонны, статуи и бюсты. В общем, чаще всего это предметы декора. В итоге, так можно сделать даже статуэтку медведя, которую можно покрасить и выйдет… ну такое себе вышло. Ну да ладно, мы не расстраиваемся и продолжим. Для нашей идеи надо большая прямоугольная формочка, гораздо больше гипса и времени, чтобы сделать то, что мы задумали. Ну а пока сохнет наша заготовка, подпишитесь на наш официальный телеграм-канал. Я уже неоднократно повторял, что там находится много интересной, а главное полезной информации о животном и насекомом мире. Периодически там вы найдете материалы о том, как охотятся хищные виды в природе. Так что обязательно перейдите по ссылке под видео и подпишитесь. В общем, у нас есть прямоугольная гипсовая заготовка. Теперь надо сделать разметки на прозрачном пластике, чтобы обрезать правильный по размерам лист, которым в будущем мы закроем этот террариум. Теперь прикладываем морковку к гипсовой заготовке и обводим ее карандашом. Далее нам нужно нарисовать будущие подземные ходы, по которым должна будет передвигаться медведка. При этом несколько таких подземных ходов должны будут вести к морковке, чтобы медведка могла питаться. Если вы не знали, медведка это насекомое, вредитель сельскохозяйственных культур. Чаще всего медведки уничтожают овощи, плоды которых находятся под землей, а также могут нанести серьезные повреждения корневой системе других сельскохозяйственных культур. Теперь я беру специальный скальпель, которым вручную буквально выколупываю будущие подземные тоннели для нашей медведки. Я никогда не думал, что этот процесс будет таким сложным. Честно говоря, на создание этих тоннелей у меня ушло больше пяти часов. А еще на пальце появился мозоль от скальпеля, которым я работал, делая эти тоннели. В гугл я узнал, что красить гипсовые предметы лучше всего акриловой краской. Я решил покрасить наш террариум для медведки акриловой краской в два цвета. Один цвет грунта, а второй немного темнее в цвет тоннелей, которые предназначены для медведки. Затем я вставил в террариум морковь в разрезе, думаю так даже интереснее смотрится, и накрыл это все прозрачным оргстеклом. В гипсовой заготовке по углам есть четыре дюбеля, при помощи которых я закрепил лист оргстекла. И у нас получился полноценный террариум для медведки, напоминающий срез почвы с тоннелями и морковью, для лучшего наблюдения за медведкой. Теперь нам остается запустить медведку и наблюдать. Так что же она будет делать под землей, когда рядом есть морковка? Все, что сейчас будет происходить, я снимал около 36 часов. А на создание этого проекта ушло более пяти дней, поэтому мне очень интересен ваш фидбэк. Напишите в комментарии, получился ли у меня террариум, и что бы вы добавили в него или изменили. И вообще, если вам зайдет такая рубрика, а это я узнаю только по количеству просмотров и ваших лайков, то я бы показал, что будет если запустить в этот террариум сотни тараканов. В общем, обязательно комментируйте и вносите поправки в этот террариум, и обязательно ставьте лайк, если вам было интересно. А на этом пока все, всем пока!